АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД Династия Двух Династия Двух или Вторая Династия Египетских фараонов длилась с 2890 по 2700 год до Н.Э., и вместе с Династией Один входит в архаический период. Между Первой и Второй Династиями нет четкого разрыва. Есть некоторые свидетельства того, что в этот период было достигнуто умиротворение между Верхним и Нижним Египтом, что отражено в имени первого из его царей, Хетипсиджимуй, чье имя означает «две державы в мире». Вторая Династия знаменует собой конец Архаического или Тинического периода. Для этой династии характерно укрепление абсолютной власти на основе централизованной организации и более интенсивное использование письменности, что приведет к росту бюрократии и как механизма контроля над властью. Город Мемфис становится столицей Северного Царства, под управлением Унега и Синеда. Есть признаки кризиса соперничества между городами Тинис и Мемфис, что отражено на стеле Перепсина, где имя Сета заменяет имя Гара. Цари Второй Династии имели конфликты с нубийцами, но в конце династии им удалось умиротворить север страны Схасахимы. В начале правления этой династии политический и культурный акцент делался больше на Нижний Египет. Фараоны были похоронены в Саккаре. Это было время политической нестабильности, некоторые фараоны были признаны только в Нижнем Египте. Фараоны династии Ти-2 Хетипсихимуй Был первым фараоном Второй Династии Египта, правившим с 2890 по 2862 годы до Н.Э. Его имя означает «Две державы в мире», что, по-видимому, указывает на окончание борьбы между Нижним и Верхним Египтом. Он считается инициатором династии 2, но нельзя точно сказать, какие отношения существовали между ним и предыдущей династией, так как считается, что он не был сыном Ка. Возможно, что Хетипсихимуй вступил на престол, женившись на принцессе. После его правления одноименные таблички династии Ай перестают использоваться и заменяются цилиндрическими оттисками печатей. Здесь указаны имена чиновников, но нет информации о политических или религиозных событиях. Считается, что Хетипсихимуй был смещен с трона в результате заговора, организованного его родным братом. Небра или Ранип Был вторым фараоном 2-й династии Египта, царствовал с 2862 по 2823 годы до Н.Э. Во время его правления быки Апис в Мемфисе, Мневис в Гелиополе и Баран в Мендесе считались богами. Сегодня известно, что культ быков Аписа восходит, по крайней мере, к началу Ай династии. Мемфис был столицей Древнеегипетской империи и номом Нижнего Египта. Он был расположен к югу от дельты реки Нил, в регионе между Нижним и Верхним Египтом. Гелиополис был важным городом в Нижнем Египте. Город был расположен к северо-востоку от Каира, недалеко от современного аэропорта, немного в стороне от западного берега Нила, с которым он был соединен каналом. Найнекер был древнеегипетским городом в районе дельты Нила, что соответствует современному Тел-Эль-Руба или Тел-Эль-Рупа. Найнекер был третьим фараоном второй династии Египта, правил с 2823 по 2788 годы до Н.Э. В Палермском камне упоминается празднование многочисленных религиозных праздников, перепись населения и перепись скота, каждые два года. Он продолжил политику продвижения на север страны, начатую его предшественниками, как способ закрепить объединение, предпринятое первым фараоном Минесом. Во время этого правления было принято законодательное решение о том, что женщины могут осуществлять королевскую власть. Уник или Уадынос Был четвертым фараоном второй династии Египта с 2788 по 2780 годы до Н.Э. Его имя встречается в царском списке Абидоса и царском списке Сакары. Его титул также фигурирует на некоторых сосудах, найденных в подземных кладовых ступенчатой пирамиды Сакары. Срнрди Срнрди или Срнт Был пятым фараоном второй династии Египта. Он царствовал между годами 2780-2769 годов до Н.Э. Царский список Абидоса Называет его Сенеди. В царском списке Сакары Он значится как Сенеди. После смерти Сенеди Египтом больше не управлял один фараон. Ниферкара или Сениферка Был шестым фараоном второй династии Египта с 2769 по 2764 годы до Н.Э. Его имя Хорус, возможно, было Сениферка. О нем известно только по упоминаниям в египетских царских списках и надписям с именем Сениферка, найденным на сосудах в гробнице в Сакаре. Этот фараон пользовался большой популярностью. Ниферкасакар Ниферкасакар был правителем второй династии Египта. Он правил с 2764 по 2756 год до Н.Э. Его имя фигурирует в королевском списке Сакары и королевском каноне Турина. Возможно, он был правителем, который правил только в регионе Дельты Нила. Худиифа Худиифа был правителем второй династии Египта. Он правил с 2756 по 2754 год до Н.Э. Его имя встречается между Ниферкасакаром и Джосиджемуи в королевском списке Сакары и королевском каноне Турина. Возможно, он был иерархом, правившим только в районе Дельты Нила. Эрхемид Перимаат Был фараоном второй династии Египта. Он правил в годы 2754-2744 годов до Н.Э. Возможно, что Сихимип – это тот же царь, который известен под именем Хорус Перепсен. Он был правителем, который по неизвестным причинам, возможно, религиозным, сменил свое имя на Хорус, когда правил. Он занял трон под именем Гараси Джемип, но позже сменил его на Сеп Перепсен, возможно, из-за восстания севера против юга Египта. Считается, что он покинул Мемфис, Сеп представлял Верхний Египет, а Гор был покровителем Нижнего Египта и перезахоронил себя в Абедосе на юге, вернувшись к традиции, нарушенной его предшественниками. Возможно, в это время власть была разделена, и правили современные цари, разделяя Верхний и Нижний Египет. Саркхимип Перемаат Был фараоном второй династии Египта. Он правил с 2754 по 2744 год до Н.Э. Возможно, что Сахимип – это тот же царь, который известен под именем Хорус Перепсен. Он был правителем, который по неизвестным причинам изменил свое имя, когда правил, возможно, по религиозным причинам, а возможно, в результате восстания с севера против юга Египта. Он занял трон под именем Гораси Джемип, но позже сменил его на Сет Перепсен. Считается, что он покинул Мемфис, поскольку Сет представлял Верхний Египет, а Гор был покровителем Нижнего Египта, и был похоронен, согласно более ранней традиции, в Абедосе на юге, вернувшись к традиции, нарушенной его предшественниками. Возможно, в это время власть была разделена, и правили современные цари, разделяя Верхний и Нижний Египет. Хасахим – возможный фараон второй династии архаического периода Египта, правивший с 2734 по 2727 год до Н.Э. Его имя Хорус было найдено выгравированным на фрагменте стелы, которое хранится в Египетском музее в Каире. Многие ученые считают, что Хасаджем после воссоединения страны изменил свое имя на Хасаджемы как другой титул, принятый после национального примирения, которое стало шатким из-за восстания на юге. Хасахимы был последним фараоном второй династии и архаического периода Египта, или периода Тенита. Он правил с 2727 по 2700 год до Н.Э. В царском списке Абидоса он значится как Дедяй, в царском списке Саккары он упоминается как Беби. Он считается объединителем двух земель, Египта, под своей властью, разделенных после правления Перепсена. Он подавил восстание северных Номов, и через связь с принцессой Нематхапи, из Нижнего Египта укрепил свою власть над всей территорией. Считается, что при воссоединении страны он изменил свое имя с Хасаджема на Хасаджемы, как другой титул, принятый после национального примирения, которое стало шатким из-за восстания на юге. Хасахимы перенес столицу в Хиерокомполис на юге страны, и это был первый и последний раз, когда Египтом управляли из этого города. Он подтвердил националистические настроения и восстановил культ Гара, наряду с культом Сета. Во времена Хасахимы в Иерокомполе была построена внушительная ограда Нижон, комплекс Хасахимы, огромное сооружение, известное как Шунет-Эльзибиб, хранилище стрел, расположенное в пустыне, в двух километрах от его гробницы. Это огромное прямоугольное сооружение размером 123 на 64 метра, с необожженными стенами толщиной 5 метров и высотой 20 метров, оформленное в виде дворцового фасада, большие части стены все еще стоят, им около 5000 лет. Его захоронение, гробница 5 в Некрополе у Мелькаап в Абидосе. Гробница намного больше, чем у его предшественников, а погребальная камера построена из камня, первая в своем роде. Больше видео об истории, мифологии, искусстве и глубоких размышлениях смотрите на моем канале Total History. Следующее видео, Древняя Империя, Династия Трех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА